Основные нарушения были выявлены в сфере охоты, а именно использование охотничьих патронов, снаряженных пулями и картечью, отсутствие охотников в квитанции об уплате госпошлины. В Пинском районе выявлен факт незаконной добычи лося. По данному факту правоохранительными органами в настоящее время проводится проверка и будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Лица браконьеров устанавливаются. В такой зиме любители зимней рыбалки ждали уже несколько лет. Крещенские морозы дали возможность выйти на лед, хотя местами он еще не очень крепкий и нужно строго выполнять меры безопасности. В первую очередь нужно обратить внимание на толщину льда. Например, так как тот человек, я бы не рискнул ходить. Я до этого приходил, проверял, какой лед, толщина его, держит ли он вообще. Ну, ждал хороших морозов. В принципе, все знают, какие морозы были до этого. Сейчас лед позволяет выходить на него. Но рисковать, чтобы там ходить через центр водоема, я бы не стал. И главное для этих людей не улов. Просто удовольствие порывачить для меня. Не сказать, что я там голодный, чтобы мне там ее есть, нечего там или еще что-то. Я ловлю ее для того, чтобы поесть. Нет. Отдых. Чтобы минимизировать количество несчастных случаев и трагедий на льду, вместе с другими специалистами над мировой безопасности задумались и сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира. В ходе проведения полевых контрольных мероприятий, с другими линиями. Прежде всего, как я повторюсь, это в целях собственной безопасности и также оказать помощь людям, которые попали в беду. Специалисты в очередной раз предупреждают. Собственная безопасность в первую очередь в ваших руках. Юрий Печер, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».